Музыка Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Сегодня поправство Святой Троицы и Святая Церковь именует этот замечательный день Днем Святаго Духа. Ни один человек на земле не может быть христианином, если его таким не соделает Господь Святый Дух. Очень многие люди с оворождения до смерти пребывают в храме, но не становятся христианами, потому что их сердце благодать Святаго Духа не касается. Максимум, что для них возможно, это такая чисто умственная и практическая деятельность, которая именуется воцерковлением. Человек может все знать, даже знать богословие, но не быть христианином. И вот для того, чтобы мы лучше поняли, чего Господь от нас ждет, Святая Церковь в этот день Святаго Духа избирается нам чтением Евангелия от Матфея и из послания апостола Павла к Эфесиным. И вот некоторые отсюда выдержки я вам прочту. смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Если человек к другому человеку относится с презрением, он не может достичь благодати Святаго Духа. Почему? Даже объясню, не поленюсь. Потому что в презрении всегда есть превозношение. Превозношение – это дочка гордости, а Дух Святый гордым противится. И только смиренные получают благодать Святаго Духу. Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. То есть Христос пришел для погибающих людей, чтобы их спасти. И христианин – это такой человек, который этому способствует. спасению других людей. И своим словом, и примером, и помощью всяческой, и так далее. И, конечно, воспитанием своих дедушек, и даже бывает, что и внуков. И дальше приводится притча Спасителя. Господь спрашивает, как вам кажется, то есть дает нам возможность самим рассуждать, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах, и не пойдет ли искать заблудшую. Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется они более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Поэтому нам нельзя никого из людей который нам может кажется и никчемный, и бесполезный, и глупый, и дурацкий, и вредный. Он никак не заслуживает нашего презрения при условии, если мы ученики Христов. если мы хотим получить благодать Святого Духа от Бога. Потому что, чтобы творить дела Божьи, нужна благодать Божия. И тем людям, которые усердствуют в это, Господь эту благодать и подает. А другим нет, не подает. Поэтому он может выпить всю святую воду на земном шаре, он может каждый день причащаться, он может знать наизусть Священное Писание, он может даже все имение раздать нищим, и в том ему нет никакой пользы. Поэтому то, что мы еще пришли в храм, это еще не значит, что мы кого-то облагодетельствовали. Просто церковь это такое место, где человек удобнее всего получает благодать Святого Духа через общение со Словом Божиим, потому что откуда мы эту премудрость можем получить? Только от Слова Божия. От святых таинств Церкви. Дальше. такой дает совет апостол Павел, который был человек очень благодатный. Он даже при своей жизни был восхищен в теле до третьего неба. И вот он дает такой совет эфесским христианам, своим духовным чадам. Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Если человек сподобился благодати Святого Духа, она его соделает и благим, и праведным, и истинным. И говорит, испытывайте, что благоугодно Богу, прежде чем что-то делать, говорить, о чем-то мечтать. Надо обязательно это испытать. А угодно ли это Богу? Просто так вот задаешь вопрос. И Господь через совесть, даже через ее остатки и ошметки, обязательно скажет тебе, благоугодно это Богу или нет. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Почему бесплодных? А потому что у дел тьмы никаких нет благодатных плодов. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, имеется ввиду свет благодати Божьей. Ибо все, что делается явным, свет есть. Посему сказанным «Встань спящий и воскресни из мертвых и осветит тебя Христос». То есть получение благодати Божией, оно уподоблено воскресенью. Каждая душа человека, которая познает Иисус Христа, она должна воскреснуть. Со воскреснуть со Христом. И вот это и есть христианство. Они просто пошел послушал, там, ну, что-то съел, чего-то не съел. И это что, угодно Богу? Бог нас не готовит к осени, чтобы из нас сделать шашлык. человек это не как говорил Фейербах, есть то, что он ест. Для Фейербаха может быть это нормально, может быть поэтому коммуняки на него опирались, но человек это существо по замыслу Божьему, не по факту. Существо духовное. И вот апостол Павел в другом месте говорит, если вы духовное, то по духу и поступать должны. То есть мы люди не духовные, но если мы будем совершать поступки, которые свойственны людям духовным, дух святый обязательно увидит, что мы стремимся к тому, чтобы стать духовными и придет к нам, очистит нас от всяких скверных и спасет наши души. Потому что спасение души это и есть очищение благодатью Божией от всяких скверных духовных. Всех вас поздравляю с праздником, причастников с принятием Святых Христовых тайн. Сегодня у нас еще одно событие. В 13-м году у нас было в Москве епархиальное собрание, на котором собрались все тысячи священников нашей московской общины, дьяконы, старосты. И вот некий человек предложил Святейшему Патриарху в ответ на распоряжение архиерейского собора о прославлении более активном новых мучеников российских, чтобы на каждом храме, где служил такой человек, который отдал жизнь за Христа, была бы установлена памятная доска. И вот мы сегодня к этому дню изготовили такую доску по проекту нашего архитектора Сергея Яковлевича, который реконструкцию нашего храма осуществлял, и дом наш построил, и надстройку сделал к этому приходскому дому. Много здесь трудился, сейчас продолжает трудиться. Вот он нарисовал храм, который уже построили на Хадынском поле. Бог и любовь. Правильно, Вашка? Правильно, что тебе надо вернуться на улицу 8 марта. Как бы срочно. А я хочу покаяться. У тебя качественное здоровье выйдет туда. Я могу перед священием покаяться. Во всех своих грехах. Не можешь. Не можешь. Грехи солдовства. Я расставлюсь. ты да это все цирк зажигает огни. У нас сторож, здесь есть сторож? Костенька, проводи мадам в скверик. Под белые рученьки, нежно. Опля, подняли. Что Бог есть любовь. И оставляй себя на Суд Божий. Оставляй хорошо. Я верю только в Бога. Отлично. Вот, видите, и в Бога верить, и слова апостола Иоанна приводят, что Бог есть любовь. А что толку? Все равно без основания. Так что вот, если человек что-то и прочел, и говорит правильные слова, это еще не значит, что он христианин. Вполне бесы, которые в нем сидят, могут по-хамски себя в храме вести. Вот, так что это вот как бы наглядная иллюстрация к тому, что я сказал. Но я буду продолжать. Вот, изготовили мы, и мы сейчас эту доску осветим. Проект ее помещения, вот, прости, тоже Сергей Яковлевич, так сказать, начертил. Мы все так сделали, как он и нарисовал. Очень красивое и удобное место, и всем проходящим будет видно. Поэтому мы с миром туда сейчас изыдем, после преподания к Христам и совершим краткое молебное пение и осветим. Я очень рад, что в вашем присутствии вы все это увидите, поучаствуйте. А те, кто нас видит через интернет, начиная от Новой Зеландии, Аляски и кончая Южной Америкой, они также порадуются. И я надеюсь, что этот пример такой наглядный, он послужит еще дополнительной стимуляцией к тому, чтобы наших новых мучеников прославлять. Вот, доска установлена в честь отца Владимира Медведюка, вон его иконочка над каноном висит. Замечательно был такой священник, из простых людей, сын простого крестьянина из Холмской Руси, отец пятерых детей, вот, стал священником, получил образование и стал замечательным проповедником. И вот в наш храм, хотя это было уже за чертой, было такое дачное место, вот, очень много приезжало людей. Ну, потом, как водится, его арестовали, конечно, потом сослали его копать в Беломор канал, поэтому, когда будете плавать по каналу, в какую-нибудь экскурсию, знайте, что там полито потом нашего настоятеля, предыдущего, который был до меня. вот, но он там не погиб, хотя там погибли десятки тысяч людей, потому что людей не жалели. Копали, умирали, привозили новых, арестовать-то можно кого хочешь, мы сейчас видим, как на Украине, идет человек по улице, взяли, арестовали, очень просто, сейчас мы по телевизору можем смотреть, как у нас было там в 20-х годах картинка одна и та же. Вот, а потом уже когда он вернулся из лагеря этого он Беломор-Канальского, он вскоре все, кто выжил, всех арестовали по второму разу. Ну, за редким исключением. Там что-то удивительно, но там Дмитрия Лихачева второй раз не арестовали, там бывали такие люди, которые были в лагерях, а по второму разу нет. Вот, его арестовали и уже расстреляли в Бутово. Вот, и в последнее время он служил в селе Язвище, родине великого преподобного русского, которого очень известна, известный такой Иосиф Володский, такой средневековый писатель. Вот, у него книга есть такая «Камень веры». Он там служил, вот оттуда его забрали. Отца пятерых детей, детки маленькие были, но все выжили. Младшая дочка Оля до сих пор жива. так что живет в Подмосковье внушка и женщина пожилая. Так что вот отец Владимир близко к нам был. Нам хочется, чтобы все люди, которые мимо ходят, крестятся перед нашим храмом, чтобы они поминали этого замечательного такого человека, который жизнь отдал для того, чтобы наш храм подольше послужил. Он послужил до 30-х годов и потом вновь открылся в 89-м. Освящал его святейший патриарх Алексей. Еще в нашем храме служил. Это вот он на второй день после Казанской и мы так приурочили, что ровно через 100 лет после первого освящения. Так сделали. Мы так и почитаем Казанскую икону Божьей Матери и поэтому на таком почетном месте эту икону подрузили в иконостасе. Вот все я вам рассказал. Благословение Господне на вас того благодати человека всегда на непристалле во веки веков. Аминь. слава Мертв и мертвых, род человеческий, от лести и мучительства его освободились. Призри ныне на молитву нашу и на знамени сей крестного, в славу тебе, Бога Отца, и насущного твоего Сына, и соестественного твоего Духа, и воспоминания священномучика Владимира Медведюка, нашего настоятеля, Он, и бывший славным над дьяволом смерти же и ада победы, и нашего изволения сооруженного. Духом твоим святым, в окроплении воды вся священная, благослови и освяти, и излий на ней благословение твое святое, и силу, южа окроплением крови, и прегвождением тела возлюбленного Сына твоего, Он, и благословенное гребо, стяжал ее, и тому подальше, воеже бытие верным людям твоим, в стену и покров, и в столб крепости от лица вражия, в отгнание же всякого зла сопротивного, в исцелении душевных и телесных недугов, и в оге же услышанном быть мольбам и молениям, всех верно перед всем знаменем молящихся. Священномучика Владимира, моли Бога о нас. Ты будешь и Бог, милости и щедрот, и человеку любви, и Тебе славу вислаем, с сельдородным Твоим Сыном, и с пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом. Ныне пресно и во веки веков. Освящается крестное знамение. Надайте, пресня, которое... Покраплить воды, сейчас священному. Покраплить воды, сейчас священному. Покраплить воды, сейчас священному. В молитве сказано, что крест – это стена. И вот эта символика здесь отразилась. Вот, во славу Божию. Все это сооружение не очень дорогое, собрано исключительно нашими прихожанами на изготовление сооружения, на монтаж этого знамени. Так что всех вас поздравляем с этим событием. Рани всех Господь. Ран. 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 Продолжение следует...